Мысль о том, что Всевышний наказывает меня, ведёт к вопросу, что я сделал, чтобы это произошло. Есть ли нечто, что я совершил, или, возможно, допустил какое-то непослушание? Потому что мы должны задаваться вопросом о том, наказывает ли Аллах людей в этом мире за их деяния? Является ли это жизнь местом наказания? Вы прочитайте об историях прошлых народов, которые были уничтожены, относительно которых есть несколько аятов. Аят первый. Аллах Святой и Велик говорит. Твой Господь, прощающий и обладающий милосердием, если бы он стал наказывать их за то, что они приобрели, то ускорил бы их мучение, но для них назначен срок, и они не найдут от него спасения. Что это значит? Можете ли вы себе представить сущность наших взаимоотношений с Аллахом Святой и Великой, если бы мы сразу же были наказаны за последствия своих грехов, будь то верующий или же неверующий? Если бы каждый раз, совершая грех, с вами случалось бы нечто плохое, но как если бы вы носили какой-то прибор, причиняющий вам боль, каждый раз, когда вы совершаете грех. Но так не происходит, потому что вместо этого Аллах оттягивает и дает вам шанс осознать и покаяться, и превратить этот грех в благодеяние. Аллах Святой и Великой говорит, если бы Аллах желал наказать человечество за их злодеяния и преступления, то он не оставил бы и одного живого существа. Имеется в виду, что не осталось бы ни одного существа на земле, которое бы смогло выжить, потому что мы все грешны. При таком отношении Аллаха просто никто бы не выжил в этой жизни. Никто из нас не смог бы пройти это. А вместо этого Аллах говорит, он откладывает им. Это для вашего же блага, что сразу же не следует наказание или же награда за ваше деяние. Если бы все происходило немедленно, то это полностью свело бы на нет цель испытания в этом мире. И Аллах Святой и Великой говорит, А тех, которые считают ложью наши знамения, мы завеличем так, что они даже не узнают этого. Это то, что напугало сподвижников. Иногда, по сути, мы можем увидеть, как люди не осознают, что благословения могут быть в виде наказаний. То есть вы видите кого-то и думаете, почему у него есть все это, несмотря на его ослушание? Несмотря на все те ужасные вещи, которые они творят? Почему у них столько благ в этом мире? Аллах говорит, что даже если у них имеются все блага этой жизни, все же есть наказание во внутренней пустоте, которое может быть заполнено только лишь верой. Поэтому не завидуйте им, не изумляйтесь. Это и есть наказание для них в этой жизни. А что еще хуже, это когда душа покидает их в этом состоянии. Верующим, благочестивым, даруется благословение Барака в том, что у них есть. У верующих всегда есть надежда благодаря вере в их сердцах. Пророк Алейиссаляту Ассалям сказал, Как же удивительно положение верующего. Вера окрыляет верующего надеждой как в отношении всего хорошего, так и в отношении всего трудного, что случается в жизни. Все в жизни верующего становится причиной приближения к Аллаху Святому Велик. И ничто не проходит напрасно в этой жизни или же в следующей, пока сердце наполнено иманом, верой внутри. Так что все вокруг них имеет смысл, покуда в сердцах их есть вера. Имеются ли в религии определенные рамки для классификации испытаний? И ответ – да, их три. Первое – это испытания, которые выдержали благодаря благодеяниям, совершенным вами. Вы упустили что-то из-за настойчивости в своих принципах. У вас было преимущество благодаря тому, что вы не были подлым, как другие люди. Вы не причинили вред и отказались ущемлять кого-либо. Когда вы испытуемы в рамках совершения добра, то есть когда вы способны превратить испытания в благодеяние. Никогда не жалейте о том, что вы делаете ради Аллаха. Второй вид испытаний – это испытания, напрямую связанные с грехом. То есть вы грешите, и в этом же грехе заключено ваше испытание. Это, конечно же, наказание, так же, как и первая категория – это награда. Но это наказание может быть напоминанием для покаяния. Естественно, вы воспринимаете это как звонок для пробуждения, ведь этим Аллах посылает вам особое сообщение оставить это непослушание. Третья категория – всё остальное. То есть все испытания, которые вы не можете связать ни с благодеяниями и ни с грехами. И здесь это может быть или наказанием, или вознаграждением, или же напоминанием. И вы не знаете, а единственным способом понять, наказание это или вознаграждение является ваш ответ. Если вы отвечаете на испытания покорностью, то это вознаграждение. А если же вы выражаете нетерпение и несогласие, то тогда это наказание. Субтитры создавал DimaTorzok